Женщина должна научиться понимать глубже ситуацию, чем кажется на первый взгляд. И тогда она сохраняет отношения, сохраняет семью. Потому что она видит очень сильные недостатки мужчины. Гораздо сильнее, чем мужчина видит женские недостатки. И природа еще сопротивляется. Даже если мужчина видит женские недостатки, во-первых, женщина никогда не согласится с этим сама. И в результате создаются иллюзии, что этого нет. А во-вторых, вокруг никто не согласен. Поэтому женщина должна найти баланс. Она должна научиться видеть тайные вещи, тайные знаки. Вот в чем тайна заключается? Тайные знаки заключаются в том, что мужчина – это действующее начало, а женщина – это пассивное начало. Но женщина тоже действует через свои желания. И эти тайные знаки раскатывать очень сложно. Надо просто признаться женщине, что если что-то происходит с своим мужем, значит, я тоже в этом виноват. Ну, хорошо, приведем классический пример, в который меня женщины спрашивают. Олег Геннадьевич, меня муж уже задолбал со своим желанием секса. Я уже не знаю, куда от него бежать. Я такая возвышенная, я вообще как бы не хочу никакого секса. Он постоянно ко мне лезет со своими низменными инстинктами. Что мне делать? Как жить? Хочу духовно развиваться. Ваша слушательница? Несмеяна. Хорошо. Хорошо. Ладно. Я отвечаю несмеяние на ее вопрос таким образом. Я говорю, несмеяночка, дорогая, поймите, как бы Бог наделил женщину тонким половым чувством. У нее тонкое очень чувство. То есть она испытывает половое счастье, вот это половое желание и удовлетворяется с помощью комфорта, уюта, с помощью заботы просто, ласки, внимания, ухаживания там и так далее. А у мужчины, Бог мужчину этим не наделил. И у женщины, у нее все тело соткано из вот этого полового чувства. У мужчин только одно место. И как бы, вот как бы в этом несправедливость заключается. И поэтому у мужчины грубое желание, как бы у женщины тонкое. Теперь как бы вот смотрите, вот я женщину объясняю. Женщина, смотри, допустим, вы хорошо живете. У вас нормальное отношение, нормальная квартира, много комфорта, уюта. Все хорошо в доме, как бы все классно. Вы наслаждаетесь жизнью. И когда вы наслаждаетесь жизнью, то эта энергия наслаждения вашего счастья воздействует на вашего мужика. И вызывает у него половое желание. Потому что это несправедливо, понимаете, как бы у вас все есть, у него ничего нет. То есть тоже какое-то счастье дозубит. И он пользуется как бы женским счастьем для себя тоже. Берет часть его себе от жены. Эту энергию наслаждения жизни он берет себе часть через жену. Теперь вы скажете, аль иначе он уже слишком много берет, я уже не могу. Хорошо, выход есть. Заводите ребенка. Потому что когда женщина заводит ребенка, ее энергия наслаждения идет пополам, делится. Половина идет на ребенка, половина мужа. И у мужа естественным образом уменьшается половое желание. Он говорит, ну слишком мало, уменьшается. Хорошо, тогда второго ребенка. Делится на три части тогда. Энергия любви половина, одна треть идет по одному ребенку, одна треть второму ребенку, одна треть мужу. Вы скажете, Олег Геннадьевич, ну тогда, если ему мало любви будет идти, так он другую начнет искать. Так оно и происходит. Поэтому терпите. Если вы хотите по-настоящий выход найти, развивайте духовность в вашей семье. Если муж обратится к Богу, то он не будет вас беспокоить. Бог вам будет давать энергию, которая будет успокаивать. И он будет удовлетворен в жизни. Таков выход, настоящий. Но все, что я сказал, тоже это все правда. Видите, я разобрал всего лишь один случай неудовлетворенности женщины и взгляда всего очень поверхностного. Ну то есть, женщине кажется, что он во всем виноват, а если посмотреть по-глубже, оказывается, оба. Если бы женщина не сильно наслаждалась жизнью, мужчина бы тоже на нее не прыгал. Понимаете, так сильно. Ну то есть, наслаждайся жизнью меньше, больше всем служи, больше всем забудьте и развивай в себе чистую любовь. Тогда в нем тоже чистая любовь появится. Потому что любовь принадлежит женщине. Это ее энергия. Как она к ней относится, так и будет у всех. Ну как просто ответ на один вопрос. Теперь есть вопрос у мужчины классический. «Почему, Олег Геннадьевич, у меня такая глупая жена?» Ну классический вопрос, мужской. Ответ тоже непростой. Непростой. Понимаете, как бы дело в том, что настоящая мудрость, она может тониться в наивности. Вот, допустим, я об этом узнал не сразу. Я встретил святого человека один раз в жизни. Это было в Сергиев Посаде. Я изучал, где вот святые люди бывают. Мне сказали, там есть святой человек. Я пришел туда, это было где-то 25 лет назад. И я пришел туда, и я увидел одного монаха в возрасте. У него был очень простой, добрый взгляд ребенка. И люди к нему в очередь подходили, и он говорил им простые-простые слова. Часто и сказательные, и с первого взгляда непонятные. А они ему очень сильно верили, и потом это в жизни им сильно помогало. Но я даже не стал подходить, потому что я послушал и понял, что он как ребенок просто. В чем мудрость заключается? И только потом, как бы я узнал, что душа на самом деле, она когда себя осознает, она становится как ребенок. В этом заключается высочайшая мудрость для взрослого человека. Стать простым как ребенок. Но это очень сложно. Имитировать не надо, не стоит. Если делать как бы из себя дурачка, как бы порчить, то не получится мудрость из этого. Нужно истинное понимание себя, душ как души, развить в себе. И вот это и есть ответ на этот вопрос. Если мужчина разумный, он может в женщине увидеть мудрость, которая заключается в ее простоте, искренне, искренности и непосредственности в жизни. Если женщина что-то говорит, допустим, какую-то простую вещь, которая и коню понятна, и ты говоришь, что не трогай, а станет меня, это коню понятно. Но если она тебе говорит это много раз, то надо заключение сделать такое, что коню может быть и понятно, но не тебе. Но если мужчина доверяет словам жены, то он избегает большой беды, потому что любая женщина чувствует опасность, которая грозит ее семье, мужу, детям. И если она говорит, и мужчина реагирует быстро, он избегает большой беды, всегда в жизни. Ну, то есть, жена является сердцем мужа, если мужчина понимает мудрость в простоте, в ее непосредственности, то он тогда сам становится мудрецом. Вот такой ответ. Почему женщины такие глупые? То есть, они не такие глупые, как тебе кажется. Нужно быть очень аккуратным в понимании этого вопроса, быть очень осторожным в оценке. Потому что, когда люди ведут себя непосредственно, наивно, это не значит, что не глупые. Значит, их мудрость ты не видишь. Она скрыта от твоих глаз. Это секрет, который надо распознать. В отношении мужчины и женщины друг к другу начинается с раскрытия их природы, понимания, глубокого понимания природы и стремления изо всех сил к поклонению высшего близкому человеку. То есть, поклонению высшему началу, женственному мужскому, женскому началу. Это называется уважение. Если человек начинает уважительно относиться к близкому человеку, все остальные вопросы решаются автоматически. Не надо много психологией заниматься, как спросить, как сказать, там и так далее, как посмотреть, какие психотипы, как с ними себя вести. Это все просто пустая трата времени. Научитесь уважать мужское начало, женское начало. И сразу же, как только вы это начнете делать, у вас наладится отношение с самим собой. Потому что через уважение пойдет любовь. А когда любовь течет между людьми, всегда все становится хорошо.